Мертозапин Добрый день. Уступил вопрос. Что Вы можете сказать о таком препарате, как мертозапин? Эффективен ли он при иммунотерапии и депрессии? Мертозапин это достаточно современный антидепрессант. Он, можно сказать, один из наиболее современных антидепрессантов. Он воздействует не только на систему обмена серотонином, но и на систему обмена норадреналином. То есть воздействует на два основных медиатора, которые у нас, насколько нам, по крайней мере, на сегодняшний день известно, отвечают за состояние эмоциональной сферы. Более того, препарат мертозапин имеет достаточно хорошую переносимость, то есть побочный эффект у него минимальный. К одному из побочных эффектов, которые у него действительно есть, это то, что люди, которые принимают этот препарат, имеют тенденцию к увеличению массы тела. Но этот же побочный эффект может оказывать, иметь в то же время и положительные лечебные свойства, если мы говорим о депрессии, которая сопровождается резким снижением массы тела. Это, кстати говоря, не такая уж и большая редкость. То есть для людей, которые страдают депрессией с снижением массы тела, мертозапин подходит вообще идеально. Плюс к этому, такой препарат как мертозапин относится к седативным антидепрессантам, про антидепрессанты смотрим в ссылку на экране, то есть обладает помимо, собственно, антидепрессивного действия, которое развивается постепенно, то есть на протяжении полутора, двух, трех, иногда даже недель, как у всех антидепрессантов, антидепрессивный эффект разникает именно вот в этом промежутке от полутора до трех недель, как правило. Мертозапин обладает еще седативным, успокаивающим действием, что опять-таки является плюсом для препарата такого плана. Как говорят в психиатрии, седации лишней не бывает. Ну, конечно, это весьма условное утверждение. Понятно, что седация, когда человек лежит пластом и не может встать, все время спит целыми сутками, это излишняя седация. Но, тем не менее, очень часто мы наблюдаем, что депрессия сочетается с тревогой, депрессия сочетается с ажитацией, и тогда мы вынуждены при назначении антидепрессантов использовать еще и транквилизаторы, либо успокаивающие препараты какой-либо другой группы, допустим, легкие дневные нейролептики, малые нейролептики. Про транквилизаторы смотрим ссылку на экране. И про медикаменты, соответственно, тоже. Здесь же при назначении ремирона зачастую мы, если имеем дело с тревожной депрессией, если мы имеем дело с депрессией, которая связана с возбуждением, ажитацией, дополнительное назначение успокаивающих препаратов зачастую не требуется. Опять-таки, это положительный момент этого препарата, но, естественно, если его назначать адекватно. То есть, если человек в депрессии сопровождается слабостью, сонливостью, усталостью, разбитостью, то, конечно, мерцезапин ему не подойдет. Еще одна особенность этого препарата, что, ну, что, в общем-то, понятно, что помимо седативного эффекта у него, естественно, присутствует и снотворный эффект. То есть, как правило, ремирон назначается на вечерний прием, либо за час до сна, на ночь. Опять-таки, сочетание депрессии и бессонницы очень частое сочетание. Собственно, нарушение сна является одним из симптомов депрессии. Опять-таки, здесь этот эффект такого препарата, как мерцезапин, можно считать положительным. Эффективен или неэффективен этот препарат при иммунотерапии депрессии? Ну, прежде всего, это зависит от того, какая депрессия есть. Если мы говорим о депрессии легкой и средней степени тяжести, то да, эффективен. Если мы говорим о тяжелой депрессии, либо о депрессии, которая сочетается, как я уже сказал ранее, с усталостью, разбитостью, заторможенностью, сонливостью, то, конечно, он для монотерапии, да и вообще для терапии, такой депрессии не годится категорически. Если мы говорим о тяжелой депрессии, которая сопровождается ступорозными состояниями, тоже не подходит препарат. То есть здесь, скорее, речь идет не о том, что этот препарат подходит или не подходит для монотерапии депрессии, а подходит он для терапии той или иной формы депрессии, того или иного вида этого заболевания, той или иной комбинации синдромальной и симптоматической картины депрессии. Вот это, конечно, уже вопрос, который решается индивидуально. В целом же препарат мертозапин, ну или его фирменное название, фирма-производителя, которая создала этот препарат Ремирон, препарат, на мой взгляд, очень-очень неплохой. Как я уже сказал, на мой взгляд, это один из лучших антидепрессантов на сегодняшний день. Хотя, опять-таки, это не означает то, что мертозапин может быть использован абсолютно при любой депрессии и абсолютно любого пациента. Надо учитывать его спектр. Седативные действия, снотворные действия, тенденцию у пациентов, принимающих этих препаратов к набору массы тела. И если учитывать эти нюансы, то, в принципе, этот препарат хорош. Если их не учитывать, то, конечно, можно наворотить массу ошибок, которые приведут к нежелательным для пациента последствиям. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале, на портале YouTube.com. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. Спасибо.